Храм – место молитвы и средоточия добрых дел. Епископ Рассашанский Острогорский Андрей совершил великое освящение храма в честь успения Божией Матери в селе Зайцевка. А после службы рядом с храмом прошла благотворительная акция «Белый цветок». Освящение храма в селе Зайцевка стало настоящим событием для жителей Кантемировского района. Совершить чин освящения святой обители приехал глава Рассашанской епархии, епископ Андрей. Правящие в архиереи встречали хлебом и солью, но пока без колокольного благовеста. Колокольный обустроят чуть позже. Многие из жителей села помнят храм в разрушенном виде. Сегодняшнее благослужение для них особенное. Развалены там такие были страшные. Ничего не оборудовано, ни денег, ничего. Ну, мы ходили туда. Праздник, я тебе отмечала. Вот это здание церкви, да? Да. Ой, конечно. Тоди развалены, тогда были такие страшные. Кирпичи для нас сейчас, как покрашенные. Красиво? Красиво. История Успенского храма в Зайцекве похожа на истории тысячи других храмов, которые полуразрушены, стоят долгие годы. Построен он был в 1812 году. Для строительства было выбрано самое высокое место в центре села. В 1931 году храм стали разрушать. Были сброшены колокола, церковное имущество развезли. Некоторые иконы местные жители успели спрятать. И сегодня, спустя 85 лет, иконы стали возвращаться в храм. Духовная жизнь постепенно возрождается. На службу пришло много молодежи. Я как раз живу напротив этого храма и постоянно наблюдал за построением его. Как они здесь с каждым днем все увеличивали постройку. С 2000 года началось восстановление храма. В 2014 году появился меценат, который взял на себя основные финансовые затраты на восстановление обители. В 2016 году Успенский храм в Зайцевке был освящен. Большой крестный ход вокруг церкви наглядно показал, сколько огромное велико желание людей сегодня прийти к Богу. Здесь, конечно, большие слова благодарности сегодня звучат в адрес нашего митрополита Сергия, владыки, епископа Росошанского, Острогорского, владыки Андрея. Потому что вот именно с его приходом, созданием здесь у нас епархии, православная жизнь, она закипела. Также в этот день в храме была совершена святая хиротония, поставление диакона в освященники. Данный чин в этом храме совершается впервые. В завершении службы епископ Андрей подарил храму икону Успения Пресвятой Богородицы и наградил меценатов и тружеников храма медалями и грамотами. Обращаясь в проповеди к прихожанам, он еще раз напомнил, что полученный сегодня при освящении храма благодать надо не растерять, а постараться взрастить в своем сердце. И поэтому вот очень важно, когда я говорил о молитве, нам обратить внимание на то, что мы должны научиться обращаться к Богу, должны научиться беседовать с Богом. И должны научиться свою совесть услышать, чтобы она не вошла с согласия со злом и с дьяволом. Обличало бы нас, если мы уклоняемся к нарушению заповедей Божьих в христианской жизни. И обличая нас, помогало бы нам обретать пути покаяния и исправления. После службы на площади около храма прошли праздничные мероприятия, в рамках которых состоялась ярмарка, посвященная ежегодной благотворительной акции «Белый цветок». Средства, собранные в рамках акции, будут направлены на лечение детей с онкологическими заболеваниями.